Итак, над северо-восточной Атлантикой свою силу набрал циклон. Вот он, сильное потепление, это затишье перед бурей. Его Европа уже пережила, а в нашей стране, как водится, первым стихию встретил Петербург. Ну и вот сегодня ночью уровень воды в Финском заливе поднялся примерно на 2 метра. Но это с другой стороны дамбы, поэтому городу беспокоиться не стоит. На Невской губе вода сегодня тоже поднялась, но причина тому это сильный ветер. Его порывы достигают 27 метров в секунду. Именно поэтому МЧС просит владельцев маломерных судов не выходить в акваторию Невы. Пришел к нам шторм из Атлантики, но вот как же он зародился и вообще откуда долетают к нам такие сильные ветра? Существует две фазы колебания давления, положительная и отрицательная. Ну и вот как раз положительная фаза. Ее индекс над Северной Атлантикой сейчас очень высокий. И это значит, что здесь есть устойчивая область низкого давления. Поэтому и плюсовая температура в декабре закономерна и объяснима. Но вот над той же Северной Атлантикой есть и так называемая отрицательная фаза. То есть давление здесь высокое. И если в холодное полугодие вот обе эти фазы, так скажем, хорошо развиты, то между ними возникает почти столкновение. Вот так и рождаются штормовые циклоны, которые долетают с Атлантики до нас. Впрочем, по пути свою силу и энергию они теряют, так что нам, можно сказать, везет. Но вот лишь некоторые самые крупные ураганы, которые пронеслись над Северной столицей за последние несколько лет. Последствия впечатляют. В конце октября 2013 года в Петербурге господствовал святой Иуда. Вот такое имя дали этому урагану. Тогда были повалены десятки рекламных конструкций, дорожных знаков и почти 300 деревьев. А с 20 домов сорвало крыши. Вот, кстати, той осенью город из-за святого Иуды могло вообще затопить. Но тогда вовремя перекрыли защитные сооружения. Хотя уровень воды в Неве поднялся более чем на 100 сантиметров выше ординара. В июле 2001-го во время урагана молния ударила в собор Смольного монастыря. Избила крест. Скорость ветра тогда была 20 метров в секунду. Это практически как и сегодня. И полностью тогда без электричества остались несколько городов Ленинградской области. А 3 января 2015-го из-за штормового фронта Балтики в Порт Петербурга не смогли зайти 6 судов. Порывы ветра тогда достигали 17 метров в секунду. Но вот сегодня наводнение удалось избежать. Хотя синоптики прогнозируют, что штормить в городе области будет до понедельника. Завтра во второй половине дня на востоке Финского залива ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду. А к вечеру он усилится. Это означает, что непосредственно до Петербурга ветра долетят. Ночью ситуация тоже не изменится. И вот в первой половине понедельника, то есть 7 декабря, порывы будут достигать 28 метров в секунду. Причем ветер будет северо-западный и холодный. Поэтому будем не только осторожными, но и утеплиться нам тоже не помешает. Впрочем, температура воздуха в эти дни 6-8 градусов тепла. Вот такой противоречивый и даже теплый подарок нам от зимы.